Кроме врачей, фельдшеров, медсестер, которые получат прибавку, а это касается исключительно Алтайского края, прибавку получат сразу три категории россиян-пенсионеров. В первую очередь доплату в 7,5 тысяч рублей назначат тем, кому в июне исполнилось 80 лет. Увеличение пособий по старости ожидает и тех, кто в мае представил дополнительные документы для учета нового стажа. Пенсионеры, которые оставят работу в июле, начнут получать повышенную выплату сразу. Раньше на перерасчет уходило три месяца. Особых заявлений при всех этих случаях подавать не нужно. Приятная новость для туристов. С 1 июля открылся портал субсидированных авиаперевозок. В тестовом режиме льготная программа будет действовать до 1 июня 2024 года. Благодаря этому жители дальних регионов страны и некоторые категории населения смогут приобрести билеты на самолет в упрощенном виде. Кто и кому предоставляют такие услуги, можно узнать на сайте Росавиации. С начала июля вводится акциз на сахаросодержащие напитки. Его размер составит 7 рублей за литр. Речь идет о безалкогольных напитках, которые делают с использованием сахара или подсластителей. При этом их содержание выше 5 граммов на 10 миллилитров. Доля этилового спирта не должна превышать 1,2%. Акциз не затронет соки и напитки на растительной основе. Также продукты брожения. Квасы, морсы, нектары. Ну и новшество для автовладельцев. Вопросы со страховщиками по ОСАГО станет проще урегулировать в онлайне. Если раньше через портал госуслуги автовладельцы могли только оформить ДТП, то с 15 июля смогут онлайн урегулировать споры по ОСАГО, согласно Европротоколу, оформив заявление о возмещении ущерба и направив его напрямую в страховую компанию. Татьяна Голубева, День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok